Да, сегодня представляю вашему вниманию докладную тему перспективы применения водорослей хлорезы для очистки источных вод от азота при низкотемпературных условиях. Собственно, в условиях Мурманской области. Сразу хотелось бы отметить, что доклад носит больше обзорный характер. Как понятно из предыдущего доклада, в Мурманской области горнодобывающая промышленность широко очень развита. И одной из проблем данной отрасли является загрязнение источных вод неорганическим азотом. Происходит это вследствие применения в составе взрывчатых веществ нитрат аммония, который при высоких температурах распадается с выделением азота. И так ежегодно в Мурманской области образуются более 200 миллионов метров кубических азот, содержащих источных вод. Собственно, содержание азота в источных водах приносит различные негативные последствия на окружающую среду, на экосистемы. Также этот азот может в дальнейшем попадать в организм человека и приносить следствием, чего являются различные болезни. И поэтому нужно как-то избавляться от этого азота, но и в том числе других примесей. С этой целью разрабатываются различные способы очистки вод, как от азота, так и от других применений. Эти способы можно разделить на механические, физико-химические, химические, биологические. У первых трёх направлений есть такие недостатки, как крупные затраты на первичных этапах на строительство сооружений для проведения данных мероприятий, затраты на эксплуатацию и сложность в проведении. Биологическим методом также могут относиться данные недостатки, однако есть некоторые варианты биологических технологий, которые могут решить данные недостатки. Что касается очистки источных вод от содержания азота, существует несколько методик, использующих живые организмы. Вообще суть всех биологических методик заключается в том, чтобы использовать естественную способность живых организмов поглощать те или иные элементы, вот в данном случае азот. И на данный момент применяются несколько методик. Одна из них — это Constructed Wetland, которая заключается в создании различных прудов, биологических болот искусственных, которые используют совместное действие сообщества растений и микроорганизмов, которые поглощают в себя азот. Ещё один вариант метода — это очистка с помощью активного ила, то есть с помощью микроорганизмов, которые находятся в иле, на дне прудов, озёр, и уже в анаэробном режиме поглощают азот. И третий способ — это применение различных микроорганизмов, в частности, такой водоросли, как хлорела. Что касается применения различных методик, у нас на территории Мурманской области сотрудниками Института проблем промышленной экологии Севера и Полярно-Альпийского ботанического сада с 2012 года ведутся подобные разработки, и так они разрабатывают различные какие-то модули и какие-то садки, которые призваны, собственно, поглощать азот. И результаты данных разработок, собственно, внедряются на отстойники кировского карьера «Алкон». Результатами данных исследований уже на практике являются внедрение, собственно, китомодулей, создания биологических болот искусственных, которые позволяют снизить содержание ионов аммония в сочных водах на 92% и содержание нитратов на 23%. Если говорить о содержании ионов аммония, то достаточно впечатляющие результаты наблюдаются, а вот нитраты нужно стремиться снизить ещё, снизить их содержание больше. И на наш взгляд в этом может как раз помочь применение водорослей хлорелла, о которой я говорил ранее. Хлорелла — это одноклеточная протериотовая водоросль, которая применяется и в качестве удобрения для производства растений и для восстановления водоёмов. Она также использует отцветение. И по данным разных исследований, она может поглощать азот также и очищать водоёмы от азота. Так, по данным исследований Кириллиной, степень очистки от азота хлореллой при применении её вместе с активным илом может достигать 100%. По данным исследователя, это достигается благодаря тому, что хлорелла более активно размножается в присутствии активного ила, и благодаря этому лучше очищает и поглощает азот. Что касается возможности применения данной водоросли у нас на территории Мурманской области, может спросить вопрос, потому что действительно у нас очень суровые условия, и не каждый организм и микроорганизм сможет перенести наш климат. Вот в данном направлении проводились исследования на базе Санкт-Петербургского горного университета на креативном штамме хлорелла-кислере. Проводилось исследование по способности очистки поглощения данной водорослию азота при температуре 3 градуса Цельсия. И результатами данных исследований на примере сточных вод горнодобывающего производства Мурманской области было показано, что водоросли может поглощать с эффективностью 85-90% азот. Но надо отметить, что данные исследования проводились лишь в лабораторных исследованиях, и каких-то методик, которые можно было бы применить на практике, разработано не было. Поэтому в направлении данных исследований ещё есть перспективы. Собственно, нами также проводились работы уже по попыткам дополнительно стимулировать данную водоросль, чтобы она лучше могла размножаться и, соответственно, лучше поглощать азот или какие-то другие элементы. В своих исследованиях мы пытались стимулировать рост водорослей хлорела с помощью электромагнитного излучения высокочастотного с частотой 38-53 ГГц. И в экспериментах культивировали водоросль в течение суток, первые 8 часов из которых мы облучали наш объект и смотрели, как изменится количество биомассы по финалу эксперимента. Для каждой частоты проводился отдельный эксперимент, и концентрация биомассы сравнивалась с контрольным значением. И было установлено, что при частоте 40 ГГц концентрация биомассы возрастает больше относительно контроля в 0,037 раза. То есть можно говорить о том, что электромагнитным излучением можно стимулировать рост водорослей, и это может быть перспективно для разработки дальнейших методик по очистке, ну или наоборот просто стимулирования водорослей для различных нужд. Что касается итогов данной обзорной работы, видно, что микроводоросли хлорелла действительно способны к очистке сточных вод от неорганического азота, даже, возможно, в климатических условиях Мурманской области. На наш взгляд, как раз применение данной водоросли может помочь усовершенствовать уже существующие технологии по созданию искусственных болот, в частности, повысить степень очистки нитратов, потому что в предыдущих работах «Солнышко», которое исследовало при низких температурах, именно изучалось содержание нитратов, то есть может помочь именно в этом направлении. Но, однако, требуются дальнейшие исследования, потому что они были проведены лишь лабораторно. И также электромагнитное излучение может помочь в дополнительном стимулировании организмов, микроорганизмов для разработки данных, методик, но также требуются дальнейшие исследования по тому, как это можно использовать и как именно электромагнитные излучения могут нам помочь. На этом доклад окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...